Белая Су достоина премии лидер года 2021. В предприятии отмечено гран-при за успешную интеграцию в энергосистему Беларуси и вклад в развитие отечественной ядерной энергетики. Конкурс проводится ежегодно. Высокую оценку деятельности получил также Бобруйский горисполком, Красный пищевик и Бобруйска Громаш. В лагере беженцев на европейской границе продолжают оставаться люди. На сегодня их уже менее 800 человек, из которых более 200 – маленькие дети. Белорусская сторона оказывает всю необходимую помощь и даже предлагает остаться у нас, но все они хотят в Евросоюз. Производство вакцины «Спутник Ви» будет полностью локализовано в Беларуси в следующем году. Об этом заявил министр здравоохранения. Идут переговоры с разработчиками других российских препаратов о их создании на отечественных предприятиях. В Беларуси стартует большой праздничный марафон добра «Наши дети». Это тот самый случай, когда чужих малышей не бывает. Новогодние подарки и представления снова приедут в интернаты и дома семейного типа, развивающие центры, многодетные, опекунские и приемные семьи. К концу недели в Беларуси ожидается похолодание. Днем будет преобладать плюсовая температура, а ночью – заморозки. На дорогах появится гололед и гололедица, а землю снова покроют снег. Сейчас, сообщают синоптики, градус за окном превышает климатическую норму. Погода соответствует середине ноября.